Перед началом данного видеоролика убедительная просьба его выключить. Тут альтушек, оказывается, раздают. Новая государственная программа. Вот, по альтушкам. Собственно, возникло перед нами три альтушки. Ксюша, Настя и Алиса. И мы познакомились и выбрали, собственно, Ксюшу. Напоминаю, опять же, мы будем рассматривать всех альтушечек здесь в этой игре. Сначала посмотрим на ветку с Ксюшей. Какие-то там могут быть концовки. Хорошие, плохие. Вот, потом посмотрим на Настю там в каких-то сериях. И на вкусненькое, на сладенькое ставим Алису. Потому что я думаю, что с ней самое интересное будет в этой игре. Ну что ж, не будем медлить. Сейчас я курилочку с зарядочки сниму. И все, и продолжим. Короче, спасибо большое, что выбрали меня, говорит нам Ксюша. Для завершения процедуры оформления альтушки необходимо заполнить ряд документов. Хорошо. Что? Какие еще документы? Ну, мало ли там. Я просто хочу получить свою альтушку. Я же уже залогинился, что еще нужно? Гражданин Скуф, прошу, наберитесь терпения. Несколько простых процедур, и мы сможем воссоединиться навсегда. Опять же, это же Скуф-услуги. Необходимо заполнять ряды всяких различных документов, чтобы получить свою заветную альтушку. Ничего просто так никогда не дадут. Поверьте, я и сама не могу дождаться. Но есть определенный регламент. Вот, регламент. Конечно же. Свет отражается от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Так, извините, ребятушки, секундочку. Сейчас, буквально секундочку прервемся. Сейчас. Момент. Так, ребятушки, мы продолжаем с вами проходить альтушку. Так, да, я это прочитал. Она подмигнула тебе? Или это просто игра света? Какая разница? Да вообще, по! Какая же она прекрасная! Просто сделай, что она просит. Какого черта? Ну да. Окей, окей. Что нужно заполнить? Очень хорошо, что вы согласны. Таким образом, мы гораздо быстрее придем к взаимовыгодному результату. Для начала работы мне понадобится ваше разрешение. Итак, вы согласны предоставить мне разрешение на доступ к вашим персональным данным, чтобы загрузить в анкету копию трудовой книжки? А также запросить актуальную справку 2НДФЛ. Как-то много она хочет. Тебе не кажется? Да вроде бы это стандартная процедура. Тогда или нет? Угу. Ну, слушайте. Трудовая книжка. С одной стороны, это как-то подозрительно. Если мы хотим заполучить альтушку, вот, зачем нам трудовая книжка? Трудовая книжка, ну там, при устройстве на работу, там, допустим, да? Что-то такое. А это-то нахуя книжка? Нахуя это? Можно, конечно, по этой ветке пойти, что, блядь, ну, реально, нахуя? Типа, трудовая книжка здесь нужна. А с другой стороны, хочется, это, альтушку получить уже поскорее, типа, и все, что, ну, все заполнишь, что ты, ну, хочешь. Ой, что она говорит. И, соответственно, получить альтушку. Ну, все-таки я первое подумал, что как-то это подозрительно, так что... Ничего, если мы перейдем на ты. Нихуя. Лукаво подмигивает. Я являюсь протоколом глобальной системы скуф-услуг. Если ты пользуешься сервисом, значит, ты доверяешь сервису. Нет повода не доверять его отдельной части. Верно? С другой стороны, да, она права. Но, опять же, нахуя тебе трудовая книжка? Твои мысли путаются, и ты несколько секунд думаешь над ответом. Вот если бы она объяснила, зачем это нужно? Окей, хорошо, без проблем. Даже если эта причина была выдуманная, ну, хотя бы звучало, блядь, убедительно. Вот, а так просто, ну, я понимаю, что это, блядь, тупо, ну, тупая предъява, типа, как бы это скуф-услуги, официальный сервис, там, государственный и все такое. Вот. Что как бы это необходимо. Как тут подразумевается. Но, опять же, зачем? Зачем мне это надо для услуги на получение альтушку? Ну, ладно. Твои мысли путаются, и ты несколько секунд думаешь над ответом. По обшарпанной стене неспешно проползает муха. Вот кому должно быть живется просто. Муха не имеет права получить свою альтушку на скуф-услугах. Но мухе это не нужно. А что нужно мухе? Что вообще нравится мухам? То же, что и тебе. Есть говно! Ладно, окей. Грубо, но внутренний голос возвращает тебя в реальность. Ты собираешься и даешь ответ. Ну, в принципе, верно. Делка дело говорит. Тогда ты даешь свое согласие? Выходит, что так. Ну, хорошо. Нам не дали тут выбора. Типа, вообще не давать. Но, опять же, если я не хочу давать вот это свое согласие, я заканчиваю игру нахуй, блядь. Потому что, ну, че тут. Ну, ладно, предоставляем доступ к персональным данным. Нам предстоит посетить несколько разделов скуф-услуг. Какой из них вы выбираете? Ой, справки и выпуски, транспорт и права, здоровье, регистрация и паспорт. Ну, смотрите. Мы же кликали на здоровье. Типа, изначально на альтушку. Ну, давайте здоровье. Здоровье — это очень важно. Мой будущий спутник жизни должен быть в хорошей физической форме. Ты же в хорошей физической форме. А если мы с Пузиком? Не обязательно, типа, хорошая физическая форма. А как же эти... Букет. Как же букет-то? Который у нас, не знаю, может быть, не может быть. Пусть знает. Он в хорошей химической форме. Разве что. В нормальной. Так, посмотрим. В разделе здоровья нам понадобится доступ к твоему колесу ОМС. А еще... Когда ты последний раз проходил медосмотр? Не помню. Медосмотр? А что? Альтушке нужен только здоровый пользователь. Хм. Кажется, ты очень давно не проходил медосмотр. Знаю. Давай пройдем быстрый онлайн-опрос. Думаю, этого будет достаточно для этой скучной бюрократии. Пожалуйста, не волнуйся. Это займет всего пару минут твоего времени. Все это для твоего же блага. Готов? Готов ли ты? Когда-то последний раз был к чему-то готов. Тихо проживая свою маленькую, неторопливую жизнь, ты уже давно ни к чему не готов. Разве что к тому, что завтра все будет так же, как и вчера. Да, наверное. Отлично. Если тебе станет скучно, вспомни, что мы уже совсем скоро будем вместе. Скуфно, скуфно. И ты сможешь делать со мной все, что хочешь. Вау. Вау. Все, о чем так давно мечтал. Даже она? Даже она? Ни слова больше. Итак, начинаем наш опрос. Первый вопрос. Первый вопрос. Так, ага. 172. А зачем врать про рост? Не, я понимаю, что некоторые, ну, большинству девуш... Большинство девушек любят высоких парней, типа. Но, типа, ну вот я совру. Она ко мне приедет и такая, блядь, а ты 172. Иди нахуй, блядь. Дружок. Пирожок. Ну, опять же, не понимаю, ну, нахуя врать? Ну, окей, давайте соврем. 172 сантиметра, наш рост. Ого, ничего себе. Хорошо. Вот, она... Ей даже похуй, что мы не такие высокие. 172. Нормальный, блядь, рост? Следующий вопрос. Какой твой вес? Вес. Вот это важный параметр. Э-э-э... 128 килограмм. Сказать правду. 110 килограмм, 90, 78. Но, опять же, то же самое и с ростом было. Как бы. Да и тем более, э-э-э... Эта Ксюша, она сама говорила, что любит таких вот сдобных мужчин тучных. Поэтому мы скажем ей правду, что мы весим 128 килограмм. Какой ты богатырь. Во. Записала. Далее. Хронические вирусные заболевания. ВИЧ, гипотевая, ВИЧ, герпес. Вот, букетик. Да ладно. Серьезно? У меня нет. Надеюсь, и у тебя тоже. Иначе мы не сможем с тобой целоваться. Тебе же хочется хотя бы иногда целоваться. Мне, да. Продолжаем. Гастрит. Ну, мы не ответили точно на вопрос. Типа, мы и так расплывчато. Ну, походу, у нашего героя герпес. Ужасно. Ладно. Так. Сухой кусок вчерашней пиццы неспокойно переворачивается у тебя в желудке от такого вопроса. А что было за вопрос? Я что-то пропустил. Наверное, что-то про питание. Ну, ладно. Ты невольно вспоминаешь свое меню за последние годы. Может ли говяший дошик считаться здоровым... Ага, здоровое питание. Хорошо. Или крабовые чипсы по скидке. Есть только один правильный ответ. Продолжаем гастрит. Так, хорошо. Ну, мы врём. Ну, блядь, ладно, врём. Всё в порядке, у меня с желудком. Странный звук разъедает воздух. Наверное, и желудок тоже. Трудно сказать наверняка, что это. Урчание в животе, пердёшь. Может, где-то внутри у тебя пытается вырваться наружу. Совесть. Точно нет. Определённо. Что с тобой? Пожалуйста, сосредоточься. Чем раньше мы закончим заполнять заявку, тем раньше ты сможешь начать. Я боюсь, если мы сосредоточимся, то стулу это не понравится, на котором мы сидим. Обладать мной. Не то, чтобы я очень хотела этого... Ой, что это я говорю? Да. Так или иначе, это в наших общих интересах. Хорошо. Зубы у тебя в порядке? Наверное, нет. Ты ощупываешь языком остатки верхних зубов с правой стороны сверху. Остатки, да. Древнейшую пломбу на нижней левой пятёрке. Когда её ставили в пятом классе... Ай. Это что, кариес? Так, что там с зубами? Ну, давайте скажем правду. Нахуй брать. Тем более, если они будут долбиться в дёсна, то нашему главному герою будет больно, блядь, просто. Если он так айкает. Ну хорошо, так себе скажем. Ну что ж, как есть. Записала. Ха, что у нас там дальше? Глазкостопие? Ой, это не отсюда вопрос, извини. Хотя, у тебя же его нет? Ведь нет же? Зачем? Вот и действительно, зачем? Почему она продолжает копаться в твоих изъянах? Что она пытается сделать? Унизить тебя? Заставить чувствовать неполноценным? Опять же, блядь. Нахуя вот эти все пункты? Ладно вес. Ладно рост. Окей. Ладно там... Питание, к примеру. Вот. Вот самое главное, венерические заболевания. Букет, блядь. А нахуя плоскостопие-то, блядь? Ну, это все очень подозрительно. Очень. Так. Секунду. Секунду, друзья. Секундочку. Буквально моментик. Так, продолжаем. Так. От одной мысли об этом твой лоб покрывается холодной спариной. Нет, 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 нет. Хватит. Она не должна узнать обо всех твоих... Несовершенствах. Ну да. Ты зажмуриваешься и слышишь, как кто-то другой вместо тебя отвечает. Так, у тебя есть плоскостопие или нет? Да, нет, нет. Да, нет, нет. Ага. Окей, окей. Не нервничай. Этого вопроса даже нет в анкете. А нахуя ты его задаешь, шмара, блядь? Ну, последнее. Состоишь ли ты на учете в пси-диспансере? Если состоишь, боюсь, ты не сможешь получить альтушку. Ну, я даже не знаю, что ответить. Ну, тут даже нет соврать это, я не знаю, просто. Ну, давайте третье ответим. Я не сомневалась в этом. Кстати, я лежала в дурке пару лет назад, когда порезала себе вены, бывший парень вызвал врачей. Пришлось доказывать, что я нормальная. Хотя это и так очевидно. И ты еще что-то про Алису гонишь. Отлично, мы закончили. Готик герл. Давай перейдем к следующему разделу, сколько услуг, чтобы продолжить подачу заявки. Ну, давай. Так. Ну, давайте справки и выписки, допустим. Добро пожаловать в раздел справки и выписки. Здесь очень много интересного. Но, на твое счастье, для оформления альтушки тебе лишь нужна пара разделов. Так, а в этот раздел мы не заходили вообще. Смотрите. Работа и пенсия. Выписка из электронной трудовой книжки. Справка раз... Ну, раз мы получаем альтушку, значит, это надо. Справка... Правда, блядь. Хорошо. Справка о статусе скуфа. Так. Льготы и выплаты. Выписка о назначенных мерах и... Весах. 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 Выписка по остатке материнского капитала. Справка о праве на альтушку. Ну, блядь. Материнский капитал. А нахуя он нам? Ну, наверное, типа, на скуфуслугах просто типа все, но мы же зарегались. Мы же это... Мужчина. Какой материнский, блядь, капитал, блядь. Ну, ладно, похуй. Недвижимость. Онлайн-выписка о недвижимости. Выписка из ЕРНГ. Анатолий, недвижимость. Внезапно. Правопорядок и налоги. Справка об отсутствии судимости. Справка об административном наказании. Выписка из Скуфорг. Ага. Хорошо. Хорошо. Так. Первым делом нам понадобится выписка из твоей трудовой книжки. У тебя же есть трудовая книжка? Опять же, нахуя? Ты вообще когда-нибудь трудился? А? Скуф. На несколько секунд ты зависаешь. Работал ли ты? Наверняка работал, но кем? Когда? Очень странно, почему ты не можешь этого вспомнить. Ты пытаешься сосредоточиться, но выходит не очень. Стыдливо опуская глаза вниз, ты рассматриваешь поверхность стола. Добротное дерево. Или это ДСП? Ты же так же называют этот материал. ДСП? Или РСП? Нет, РСП это что-то другое. Откуда ты знаешь это слово? Звонкий девичий голос вводит тебя из состояния оцепенения. Ну а нахуя это надо, блядь? Понадобится справка о доходах 2 НТФЛ. Нахуя? Справка о доходах? Зачем? Вот у меня тот же вопрос. Дело в том, что программа доступных альтушек предусмотрена только для честных граждан. Охуеть! Ну ладно, аргумент. Стрелях резидентов страны и налогоплательщиков. Безусловно, эта система отличается от системы пенсионных накоплений, но в чем-то она похожа. Не волнуйтесь, наличие альтушки никак не повлияет на вашу пенсию. Она же уже скоро, да? Скоро. Простите. А, что, не озвучила? Простите, не хотела вас ничем обидеть. Большое спасибо. Данные подгружены. Большое спасибо, гражданинскуф. Я уже интуитивно, типа, нет озвучки, сразу читаю, блядь. Ну ладно. Тут, да, косячок небольшой. Проебался. Проебался реплика. Возвучка. Не ставлю еще на шаг ближе к тому, чтобы быть вместе. Не могу дождаться, когда переступлю порог твоей берлоги. Вау! Ха, я уже знаю, как мы можем провести время. Как? Не отвлекайся. Переходим к следующему разделу. Так а че, мы просто дали согласие на трудовую книжку, и она... Мы же ничего у них давали, типа. А нахуя мы зашли, блядь, в этот раздел? Ну окей, мы зашли в справки и выпуски. Она попросила справку про, ну, че-то там, про трудовую книжку. Электронную. Она сказала, типа, ну, мы спросили, зачем? Она сказала, ну вот, те-то те, кто платит налоги и кто честный, блядь, является честным, получит свою альтушку. Вот. Ну, если у вас, это, есть электронная версия трудовой книжки, то хорошо, блядь. Ну, нахуй мы сюда заходили, блядь. Мы же даже ничего не предоставили, не дали никакого согласия. Или она сама зашла? Или я как-то проебал этот момент? Ну ладно, похуй. Транспорт и права. Транспорт и права? Опять же. Какие еще здесь права? Опять же, нахуя этот раздел для альтушки? Ну ладно. Регистрация транспортного средства, выписка из реестра транспортных средств, проверка сведений об автомобиле, подписание электронного договора купли-продажи, возмещение убытков. Так. Права получения или замена водительского удостоверения, получение прав тракторизм. Угу, тракторист сегодня я. На-на-на-на, у меня. Так, другое. Право парковки, выдача разрешения, не выходить из дома неделю. Блядь, мне надо это, мне надо срочно. Вот. Блядь, хочу, хочу эту, хочу это, блядь, разрешение при себе иметь. Это прям, да, имба. Так, транспорт и права. Какие еще здесь права? Как это соотносится с альтушкой? Да. Государственная программа предусматривает передачу альтушек только состоятельным и ответственным скуфом. Состоятельным и ответственным скуфом? А ты когда-нибудь, блядь, таких встречала скуфов? Ты вообще знаешь, что такое скуф? Имеющим определенный стаж управления сложной техникой. Ну, техникой, блядь. Да они дома сидят, блядь, пьют пиво, играют в танки и едят пиццу, блядь. И не смотрят даже на себя в зеркало. Вот кто такие скуфы. Они не выходят из дома, блядь. Короче, да. Все. Ты ничего не знаешь о скуфах. Ты меня обманываешь. Что за бред? Действительно, мне кажется, это уже немного лишнее. У тебя есть действующие водительские права? Да, но... Слушай, скуф, мне в принципе все равно. Если ты не хочешь, мы можем ничего не заполнять. Просто разлагинься и занимайся дальше своими скуфными делами. Ты хотела сказать, скучными? Я точно не пропаду. Знаешь, какая электронная очередь скуфов на альтушек сейчас? Можем разлагиниться и скуф услуг. Ну и тогда игра закончится. Блядь, вторая серия. Ладно, давайте продолжим заполнять данные. Ну вот и славно. Подгрузим водительское удостоверение в заявку. Ну давай, блядь. Подгрузим. Я уже, блядь, начинаю догадываться, к чему это ведет, но... Я не буду говорить свои домыслы. Еще немного. Готово. Спасибо тебе. Ты делаешь меня счастливее с каждым заполненным пунктом. Опять же. Если все равно и поебать на нас. Че она предлагает... Ой, блядь, продолжает с нами это. Там, кокетничать, строить глазки, типа, как-то лукаво подмигивать все дела, блядь. Если она... Блядь, надо было послать ее нахуй, блядь, и разлагиниться из скуф услуг, раз такая хуйня. То они сначала говорят, вот ты особенный, вот это, мы хотим укрываться, блядь, за твоим пузом, как за одеялом, блядь. Вот мы тебе все сделаем, вот мы будем... Если ты хочешь няшить, то и будь готовым отняшен, блядь, нами. А теперь, ну так вот, ну, нам все равно. Нам похуй, вообще. Можешь разлагиниться, если не хочешь альтушку. Найдем себе другого, блядь. Вообще, вот на самом деле, после такого я бы, блядь, разлагинился и... Все, и вышел бы. Послал их всех нахуй. Так, ну хорошо. Тем не менее. Регистрация и паспорт. Осталось немного, мой дорогой. Ого, ты уже дорогой. Неплохо. Вот-вот, блядь. Уже дорогой, блядь. Раньше было похуй, а сейчас дорогой, блядь. Немного важной информации, и мы сможем быть вместе. Кстати, что тебе нравится в девушках? Ну, мне нравятся красивые, умные девушки. С чувством юмора, самостоятельные. О, это же все про меня. Так вот, что у нас там дальше? Раздел регистрации и паспорт. Паспорт твой у нас в кофус-услугах уже есть. Нужен актуальный адрес проживания. Опаньки. Что опаньки? Адрес нужен для доставки. Что? Ты тоже его слышишь? Слышу кого? Ты сказал опаньки. Я отреагировала. Я ничего не говорил. Нет, говорил. Нет, не говорил. Нет, говорил. Нет, не говорил. Нет, гов... Ау, ладно. Итак, мне нужен твой актуальный адрес проживания. Ну, окей. Он совпадает с адресом регистрации? Да. Сомнительная делится. А нет никакой функции самовывоза. Ты мне не веришь? Как мы можем быть вместе, если ты даже в такую мелочь мне не доверяешь? Справедливо. А что, если она права? Здесь нет никакого подвоха, просто стандартная процедура но я так не думаю. А ты совсем изичал, сидя в своей берлоге и играя в танки. Разучился общаться с нормальными людьми. Хотя, кажется, ты никогда и не умел. Алло. Возможно, ты просто еще не готов получить свою альтушку. Да я... Опять давит. Просто введи свой актуальный адрес. Но помни, это адрес, куда доставят меня. Если ты укажешь фейковый, то ты просто не получишь альтушку. А ведь ты уже почти заполнил заявку. Но если ты терпила и ссыкло, то, конечно, можешь дробнуть сейчас. Нихуя себе. У нас последний. Нас все время отговаривают, блядь, от получения альтушки, блядь. Как будто, типа, ну... Ну, мне пизда, походу, сейчас будет какая-то. Я вот уверен. Ну, введем свой настоящий адрес. А в следующий... Ну, видимо, это будет концовка. А в следующий, наверное, в этой серии... Мы посмотрим, если разлогиниться с сайт Тосков Услуг. Но, мне кажется, все будет... Не так прозаично, блядь. Игра закончится просто на этом. Спасибо большое. Вот умница. У нас остался последний, самый важный раздел. Прочее. Что у нас осталось? Военная обязанность. Давай быстренько пройдем этот раздел, и после этого мы наконец-то сможем увидеться. И музыка еще такая пошла. Я так и знал, что к этому, блядь, ведет. Разве не здорово? Мы сможем с тобой забраться вместе в твою кроватку. Укроемся большим теплым одеялком. Выпьем какао. Посмотрим какое-нибудь аниме. Ты смотрел эксперимент, Лейн? Мне говорили, что я похожа на главную героиню. Это же бред. Ведь в отличие от нее, я совершеннолетняя. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, ну и ладно. Военная обязанность. У тебя тут почему-то не хватает данных. Только не говори, что ты не получал военный билет. Просто бегал от армии? Как не стыдно. Все мужчины должны отдать долг родине. Так, давай просто заполним его вручную. Не нравится мне это. Э-э. Пожалуйста, введи свою категорию годности. Я бы на твоем месте вышел из этого сервиса пока не поздно. Почему-то нет больше такой кнопки. Может быть... А еще нельзя поменять альтушку? Можно, но зачем? Зайка, это просто формальность. Прямо сейчас у тебя последний шанс выбрать другую альтушку. А, да ладно, можно выбрать. Ну, это прям последний шанс, блядь. Ну, давайте поступим так. Сейчас посмотрим... А, я могу... Ай, подождите, я же не могу вообще кнопку... Вообще никого не выбирать. Типа. Нажать. То есть, если я что-то нажму, типа, она мне скорее всего... А, нахуй пошел, блядь. У тебя нет выбора, блядь. Чмоня. Вот, ну... Я не знаю, ребят. Давайте, короче, сейчас вот, ну, посмотрим. Че как. Потом перепройдем на концовку, если... Что будет, если выйти с госуслуг, нахуй. Вот. Ну, а, соответственно, остановимся мы в этой серии на Насте. Как мы будем выбирать Настю? Вот. Ну, окей, Настю. Вот! Вот, блядь! Наебка! Скам! Пиздец! Ты решил все же остаться со мной? Это махинация, блядь. Как мило. Мне кажется, я ошибалась в тебе. Теперь я вижу, что ты мой сэлмейт. Кстати, какая у сэлмейта категория годности? Иди нахуй! А, годин. А, сказать правду. А как я могу быть годин, если с таким весом? Я скажу D. Негодин. Милый, ну зачем ты все время врешь? Я соврал тебя только один раз, блядь, шмара! Милый, ну зачем ты все время врешь? Отлично. Очень хорошо. Большое спасибо за содействие гражданинску. Очень скоро вы получите законную альтушку. Я выезжаю. Братан! Был рад знакомства. Что? Почему? С тех пор Скуф и его альтушка Ксюша жили долго и счастливо. Играли там вместе в танки, няшились под пленником и ходили в круглосуточную пилточку. В три часа ночи. Да, жизнь Скуфа наладилась, и он даже несколько раз хотел заняться собой. Правда, до дела так и не дошло, и он так и остался с Куфом. Но Ксюше было все равно. Она любила за то, какой он есть. Им было хорошо вместе. На самом деле, ничего этого не было. Ты слышишь звонок в дверь? Странно. Я никого не жду. Неохотно переставляя ноги, ты проходишь коридор. Кто там? Почему твой голос дрожит, а? За дверью кто-то капошится. Там точно кто-то есть. Собравшись с духом, ты заглядываешь в дверной глазок. Товарищ майор, дождитесь с военкома. Гражданин Скуф, откройте вам повестка. Хорошие службы! Удачные, блядь! Вот, в принципе, да. Ну, я догадывался. Когда она, блядь, заговорила, тем более, право это военная обязанность, я уже сразу понял, к чему это ведет, блядь. Короче, наебали нас. Никакой на мальтушки. И мы будем это отдавать долг родине. Вот. Заверши игру, выбрав Ксюшу. Что такое? Что? Что такое визуальное? Что визуальное? Что такое? Что такое? Что такое визуальное? новелло? Это электронная игра. Доброе утро. Скуфы! Вот, ребятушки, вот мы за вторую серию прошли эту игру, блядь. Ну, чё? В принципе, я уже всё сказал. Это стоило ожидать. Давайте я сейчас поставлю на паузу и посмотрим концовку, что будет, если мы откажемся последний раз от Ксюши. Вот, ну и разлагинимся с сайтом. Всё. Давайте, ребятушки, ставлю на паузу. А на этом моменте, ребят, я понял, что давайте попробуем типа провести в постели весь день. Ну-ка. А, блядь! Я нахуй и то нажал, блядь! Ну, ладно. Сейчас, подождите. Ну, что ж, блядь. Проведём в постели весь день? С удовольствием. Ты переворачиваешься на другой бок, уютно укутавшись старым добрым одеялком. Удобно устраиваясь на матрасе среднего уровня качества, ты погружаешься в него словно нож в масло. По твоему телу пробегает лёгкая дрожь. Ты знаешь, что за этим последует. Твои веки тяжелеют, а мысли путаются. Ты засыпаешь совалишь спать утром снова. Добрый вечер! А, уже добрый вечер. В смысле вечер. Ты видишь, как свет уличного фонаря проникает сквозь зазор между шторами. сонные городские сумерки поглотили твою типовую панельку и переварив изрыгнули в промозглый провинциальный вечер. День остался позади. Ну, давайте встанем. Бабах! Ты грузный неуклюже падаешь на пол, неудобно подвернув руку под свой мясистый живот. Этот грохот наверное соседи на три этажа вниз слышали. Смурной и сонный не найдя под кроватью шлёпанцы черпы их побрал ты выходишь в коридор. Какого черта здесь так темно? Чего еще ты ждал? Что на самом дне человеческого существования все будет ярко. Как в жаркий полдень из рассказа Рея Брэдбери. Короче знаете ребят я думаю типа ну интересно посмотреть еще что будет ну вот при этом выборе что мы проспали весь день и это еще всю ночь будем сидеть типа давайте так остановимся на этом моменте если что-то будет интересное я подрублю запись потому что мне кажется это то же самое сейчас будет а нет давайте я как сделаю буду вести эту запись дальше если что-то будет интересное я соответственно это не вырежу если ничего не будет такого я это вырежу и просто начнем опять с Ксюши а мы же не выбирали типа почистить зубы там что-то еще умыться так грязная ванная встречать тебя с радостью похоронного служащего совершенно очевидно что вы друг другу чужие и ваши отношения в лучшем случае деловые худшем токсичные созависимые ты ты не нравишься мне а я не нравлюсь тебе давай решим это побыстрее все по ним мы взрослые люди разговариваешь с ванной комнатой да ты совсем да это было ты же часть меня разве так давайте мы почистим зубы ты с ужасом смотришь на то что когда-то было зубной щеткой щетинки недостойны даже столь простого слова не говоря уже возвышенным предмет для гигиены отрыжка тонического чудовища выросла из стакана на твоем умывальнике ты протягиваешь руку но тут же в ужасе отдергиваешь кажется у нас кончилась зубная паста скоро кончится и ваши здоровые зубы вот так-то так ну давай примем душ горячую воду отключили я не собираюсь унизительно бегать с тазиком полным горячей воды кроме того кипяток это опасно можно ошпарить к примеру паховую область да с таким таким образом можно вообще нихуя не делать а это самое важное к тому же я уже мылся недавно когда дождичка вычетвер а на работу мне только послезавтра хотя даже если бы сегодня ну и давайте посмотрим зеркало но мы смотрели так посетите борну ага самый важный ритуал и по совместительству сам давайте до выбира я чат ты получил плюс два к здоровью правда окей кусочек пиццы нас ждет сэкономим электричество силы и время приятного аппетита твои зубы вонзаются в упругую вчерашнюю хлебную плоть челюстью мерно двигаются ага ну это было если бы ты был настольный рельбом ага да было ну короче не сильно отличается гуль доброе утро надеюсь ты доволен так ага съешь холодную пиццу сердце твоей бывшей ну хорошо кстати ребят мы тут не были в разделах типа не смотрели на них поэтому мы сейчас посмотрим так ернг это у нас земля и дом онлайн выписка недвижимости выписка из ернг кгу и пгф запрет на действия с недвижимостью кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость исправление ошибок прошлого это прикольная функция прикольная услуга земельные участки организация экспертизы поиск кладов охуя охуя на вообще постановка граждан на учет мать сыра земля понятно адрес так предоставление сведения в реестре предоставление кабана прикольно хорошо разве что только дом полный альтушек в таком доме обживил и ходил бы целыми днями голый круто так образование и дети посмотрим образование и дети да вы смеетесь что ли так запись в кружке и секции подтверждение иностранных документах об образовании школьное портфо портфейлио портфейлио типа ну понятно запись в организации спортивной подготовки битого роботов я это не придумал показать все не нашли услугу ваша проблема нас интересуют только альтушки 18 лет и старше и по взаимному согласию или хотя бы по одностороннему согласию с государством даже заходить в этот раздел не буду так семья вполне возможно так помощь семье распоряжение материнским капиталом сертификат на материнский капитал выплата на погашение ипотеки для многодетных отказ от направления маткапитала жена и теща статус многодетной семьи так регистрация получение свидетельств регистрация брака регистрация расторжения брака регистрация смерти рождение и усыновление регистрация рождения регистрация усыновления регистрация отцовства выплата на детей единое пособие на детей если альтушка окажется достойной порядочной образованной воспитанной девушкой, почему бы не создать с ней семью? Так, что тут у нас? Статус многодетной семьи. Надеюсь, это никогда не случится. Материнский капитал. Тоже звучит максимально несексуально. Регистрация брака. Хотелось бы, но пока рано. Похоже, тут тоже нет альтушек. Какого черта, почему я просто не кликнул по баннеру? Там же можно было кликнуть по баннеру? Уже не помню. Так, ну окей, хорошо. Давайте транспорт и права посмотрим. Транспорт и права? Точно нет. А это мы... Это... Если только альтушка не разведенка, с прицепом. Хе-хе. Мы это видели. Пенсии и пособия. Ну а чего? Вполне себе пособия. Выписка из лицового счета с куфр. А мы это читали. А, нет, не читали. Справка о статусе предскуфного статуса. Доставка еды, не пенсия. Назначение пенсии. А вот это уже пенсия. Корректировка данных лицового счета с куфр. Так, показать все. Выписка из электронной трудовой книжки. Поиск работы? Да зачем, блядь? Страховая выплата, но не тебе. Хорошо. По возрасту мне давно пора выдать альтушку. А то какого черта они достаются только этим двадцатилетним потлатым дрищам? Если они не хотят выдаваться сами, пусть их выдает государство. Правильно, блядь. Эй! Кто последний за альтушками? Так. Угу. Встречает тебя невероятно скучными названиями подразделов. Выписка из лицового счета, справка о статусе предпенсионера, справка о праве на социальные услуги. Никаких альтушек. Делать тебе здесь пока еще нечего. И неизвестно будет ли еще существовать пенсия на момент, когда ты состаришься. Да, единственная пенсия, которая тебе светит, это пенсия по инвалидности. Ну, тупо их. Так. Ты решаешь поискать альтушек в новом... Ла-ла-ла. Здоровье. В здоровье? Ну, в здоровье мы были. Вряд ли. Так, ребят. Ну и вот как и обещал, мы сейчас посмотрим, что будет, если разлагинится сайта скуф-услуг. То есть мы все уже посмотрели. Короче, пусть мы будем терпилой, пусть мы будем ссыклом, но мы, блядь, избежим той печальной участи, которая нас ждет, если вести свой настоящий адрес. Игра вылетела просто. Она вышла нахуй. Я просто вышел из игры. Прикольно. Интересная штука. А что будет, если я зайду обратно? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, дорогие друзья. Че ж будет? Так, ну я запускаю. Да-да, не удивляйтесь. Успокоился? Истеричка. Теперь вводи адрес. Бунтарь разлагинится со скуф-услуг. Да ладно, блядь. И мы можем ввести адрес. Ну, понятно, короче. Ну, вот такая вот получилась концовочка. В принципе. Ничего... Ничего такого... Ну, не. Вообще, на самом деле, интересно. Типа. Прикольно. Вот. Короче, тогда на этом все, дорогие друзья. Продолжим уже в следующей серии. Выберем сразу же Настю. И будем смотреть на все концовки с ней. Вот. Короче, много ачивок я сегодня получил. Я сегодня и истеричкой побыл, и военнообязанным, так сказать. Ну, короче, да. Прикольно, прикольно. В следующей серии продолжим, да. Вот. Ну, а пока что ссылочка на плейлист с прохождением «Альтушка для скуфа» будет в описании к этому ролику. Также в описании будет ссылочка на мой бусте, куда я выкладываю эксклюзивный контент, который вы не найдете нигде. Вот. Также будет ссылочка на мой телеграм-канал. Если вам будет интересно, переходите, смотрите, что там такого я выкладываю в свой телеграм-канал. Вот. Ну, а вам спасибо за просмотр этого видеоролика. И с вами, как всегда, был Бутер. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok